Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, значит, смотрите, во-первых, если раньше было всё хорошо, а сейчас что-то изменилось, да, стало по-другому как-то, вот, то, ну, наверняка, всё-то произошло, да, то есть всё-то поменялось. То есть в какой-то момент секс стал для вас, ну, более важным, чем он был до этого, и вы стали больше, вот, для вас появилось большее значение, чтобы всё прошло хорошо, чтобы всё прошло хорошо, чтобы не было никаких отсечек, не было никаких проблем и так далее, вот. Что-то изменилось. Вот, что именно изменилось, нужно выяснить, что именно изменилось, нужно разобрать, потому что ситуация, ну, она по себе не решится, да, она, как бы, будет так вот дальше присутствовать. Все больше и больше загоняя вас в порочный круг. Вот. Это первое. Второе. Очень важно то, как вы выстраиваете отношения с девочкой. Вот, очень важно, насколько у вас доверительные отношения с девочкой. Если отношения с девочкой у вас доверительные, то средства предупредохранения к контрацепции вообще не нужны. Ну, вот, с самой стороны, ну, вы оба просто будете знать, что вы хотите, да, и всё у вас будет, в общем-то, получаться естественно. Всё-таки средства контрацепции, они, на мой взгляд, используются в основном при отсутствии доверия между партнёрами. Вот. Но дело даже не в этом, дело даже не в этом, а в том, что сам по себе секс, судя по тому, что вы описываетесь, что вы говорите, не является чем-то естественным. Да, является, скорее, чем-то таким достаточно обособленным. Вот. Вот. И, и эта обособленность секса, она вам мешает. То есть она не интегрирована в ваши отношения, не происходит естественным образом. Вот. И я так думаю, что, так сказать, производной от этого является то, что вы пытаетесь именно удовлетворить свою девушку, но не сами себя, как бы, то есть вы занимаетесь сексом ради девушки. Не ради себя самого, а удовольствием всё же нужно получать, ну, ставить своё удовольствие как бы на первое место. Вот. И как бы заниматься секс-сексом для себя. Вот. Хотя бы на первых этапах. Вот. Такая вот история. То есть, опять же, не очень ясна хронология событий. Да? То есть вот вы встречались с девушкой, а у вас всё было хорошо. Потом что-то происходит, у вас становится всё плохо, вы думаете, что проблема в здоровье, проходите врачей, всё в порядке. А пробуйте ещё раз, и никак. Так, попробуйте творчески обратить к процессу, в контрацепт, так сказать, интегрировать этот процесс в сексуальное действие, как бы. То есть это, конечно, не тема для публичного обсуждения, но почему бы так не сделать? Если уж вы пользуетесь тем видом контрацепции, которой пользуетесь, почему бы не пройти к этому процессу максимально контекстно-сексуальным действием. Вот. Чтоб этот процесс был для вас, скажем, возбуждающим. Вот. То есть тут вот очень много таких вот нюансов, которые нужно разбирать Александр. Поэтому, если вас это всё волнует, я думаю, что вы можете выбрать себе психолога и начать работать над своими проблемами. Вот. Скорее всего, неверная диспозиция отношений, неверное представление своей позиции, позиции партнёра в отношениях приводит к тому, что секс для вас имеет такую вот чересчур нервную природу. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!